Приветствую, друзья! Сегодня у нас на разборе интересный объект, это архитектурное бюро Даниила Якурного. Сегодня мы разбираем, как мы видим сайт, что тут можно улучшить, какие можно дать дополнения, какие можно дать замечания, либо что здесь наоборот хорошо. Сайт сделан как лендинг, и здесь показано, что предлагают услуги архитектурного бюро. И я так понимаю, что нужно сделать его более продающим. О том, как сделать более продающим, давайте сейчас посмотрим. Итак, архитектурное бюро Даниила Якурного. Архитектура, интерьер, ландшафт. На главной странице показана картинка основная, то есть она немножко затемнена, то есть есть представление у клиента, у человека, что тут будет происходить, в общем то, но детали до конца непонятны и затемнение. В принципе нормально, я думаю, что этот лендинг можно смотреть в том числе и с телефона, поэтому возможно здесь сделано специально, чтобы одновременно смотрелось и на телефоне, и на десктопе. Ну нормально, в целом все хорошо, пока каких-то проблем не возникает. Что бы я еще сделал дополнительно? Вот я сейчас здесь рассказываю, вы видите, я вот здесь вот как бы на экранчике, вот тут вот нахожусь. То есть меня видно, вроде как лицо понятно. Здесь мне кажется тоже не хватает немножко лица. Если у нас представляется Даниил Якурнов, то есть хочется смотреть, кто такой, примерно как он выглядит, сразу же примерно заочно познакомиться. Если что было здесь написано, какие у него статусы, какие у него заслуги, потому что тогда может быть непонятно, кто такой и почему ему стоит доверять. Если мы говорим о конкретном человеке, то уже включается в любом случае личный бренд, который также можно показывать. И это первое, что необходимо, мне кажется, сделать на первом экране. Второе, что необходимо, это картинка, примерно, что представляет собой результат работы. Здесь я вижу, что, скорее всего, специализация на деревянных домах. Соответственно, это можно тоже написать, что архитектурное бюро специализируемся на деревянных домах. То есть здесь тоже это прям показать. Если это не так, тогда возникает вопрос, что я, когда захожу на эту страничку, могу подумать, что вы занимаетесь деревянными домами. А это может быть не так. То есть если эта специализация, это сильная сторона, то нужно ее показывать. Если это не сильная сторона или не специализация, просто картинка, то нужно объяснить, да, ну, либо там какие-то другие картинки дать, либо объяснить, в чем уникальность, уникальность надо написать обязательно. В принципе, больше тут в основном ничего не нужно делать, если человек подготовлен, то есть, если он зашел сюда, уже познакомиться конкретно, ну, как бы, с бюро. Если он приходит по какой-то рекламе, то, скорее всего, давайте вот так вот нарисуем, что есть какая-то реклама, допустим, он увидел в Facebook, либо в YouTube, или еще где-то, какое-то предложение, то есть, скорее всего, для того, чтобы привлечь человека, с рекламы на страничку, будет какой-то оффер, то есть, специальное предложение. И если это так, то тогда все, что я сейчас рассказал, оно, в принципе, перечеркивается. Почему? Потому что тогда нужно на этой страничке, на главной, делать именно специальное предложение, оно какое-то конкретное. К примеру, создадим вам деревянный дом по индивидуальному проекту, там, за три месяца, за столько, там, рублей, и, как там, с гарантией, там, качества какого-то, либо, там, если не сделаем, там, за наш счет, да, будет, например, авторский надзор, либо что-то, либо, там, гарантия по смете, ну, что-то должно быть дополнительное. То есть, должно быть какое-то конкретное предложение, в том случае, если вы переходите по рекламе. Если вы переходите просто как эксперт, то вот первый случай, то, что я показал. Вот это основные здесь позиции, так, пока нормально, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что тут еще у нас есть. У нас есть услуги, окей. А, ну, это такая навигация, мы можем кликать и, в принципе, листать сверху вниз. Давайте, да, нормально, хорошо. Посмотрим, что здесь будет. Наши услуги. Мы создаем архитектурные проекты жилых и общественных зданий с помощью BIM-моделей. Ну, смотрите, я могу знать, что такое BIM-модели, а могу не знать, что такое BIM-модели. И возникает вопрос. Мне это не сильно интересно, что вы с BIM-моделем, либо с какими-то другими моделями работаете. Мне интересно, какова моя польза в том, что вы в BIM-моделировании работаете. Это первое, да? То есть, что, ну, скажем так, первое, что это такое? Первое, что такое? И второе, что мне с того? Потому что, если этого не будет, то это какой-то внутренний термин, да люди могут его не знать. То есть, какой-то хитрый способ он предлагает, ну, как бы, окей, и что? Лучше это пояснить. Потому что мы рассчитываем, те люди, которые нас знают и которые понимают, что такое BIM-моделирование, проектирование, то, ну, они как бы и так поймут, им не навредит такое уточнение. А те, кто не знает, им только поможет. Мы создаем штитумный, окей. Что мы делаем, да? Интерьера, это каталог услуг, проекты зданий и авторский надзор. Мы проектируем интерьеры домов, квартир и офисов. Ну, тут опять все вместе. Там вроде дома были, а тут вы и квартиры, и дома, и офисы. Тогда я не понимаю, почему на главной странице у вас, ну, именно тот дом деревянный расположен, да, визуализация того дома. Ну, неясно, мне просто лично непонятно. Возможно, я зашел по какому-то предложению, увидел деревянный дом, может быть, я деревянный дом хочу построить, а вы здесь квартиры делаете. Просто в чем смысл? Вот так вот вы квартиры не продадите. Если вы их не продадите, то и не нужно внимания завлекать. Ну, то есть, либо их надо показывать, что да, у нас обширенное портфолио, и ко всем нашим объектам мы подходим как-то по одному алгоритму, да? И, соответственно, этот алгоритм, эта система позволяет нам, ну, делать качественно и там круто, да, и быстро. Это тогда, если вы алгоритм предлагаете. А если вы предлагаете конкретный продукт в виде квартиры, домов, офисов, то лучше сделать три разных направления и не смешивать воедино. Дальше появляются. Это интерьеры, только проекты зданий, проекты частных домов и общественных. Ну, то есть, вы делаете все для всех, ну, как бы, поэтому это не продаться никогда в жизни, потому что, ну, как бы, окей, а чем вы отличаетесь, почему вас надо выбрать? Даже если я вас буду выбирать в качестве тендера, скорее всего, попрошу цену пониже, потому что вы же все для всех делаете, да, специализации у вас нет, зачем вам платить больше? Непонятно возникает вопрос. И еще авторский надзор, сопровождаем, проверяем на соответствии проекту. Как здесь что можно исправить, да? Достаточно просто. Нужно сфокусироваться на этом лендинге, на этом конкретном экране, на странице, на чем-то одном. То есть, выбрать что-то одно, пусть это будет тот дом, вот тот, который был выше, деревянный, да, вот оттуда его привезти сюда. И говорить, как мы делаем именно этот дом. То есть, человек, который захочет деревянный дом, он придет сюда на него. Если вы хотите продавать интерьеры в офисе и что-то еще с рекламы, с лендинга, то, соответственно, вам желательно сделать лендинг под эту категорию. Это вариант номер один. Вариант номер два, он тоже будет работать, но похуже, но он будет хорошо работать. Я вот не знаю у вас, да, но вот личный бренд, возможно, как-то продвинут, да, в данном случае. То есть, есть некий основатель, кстати, он только тут показан. Лучше, как я говорил, его выше показать, потому что кто-то может там не домотать, например. Если вы на личный бренд именно ассоциируетесь. У вас сайт сделан, как будто личный бренд у вас уже есть и вас знают, и тогда у вас любую услугу купят. Но это не так, потому что, ну, если бы это так было, тогда личный бренд нужен на первую страничку и говорить, я именно, именно я сделаю вам конкретно ваш дизайн. И тогда ценность будет не в том, что какие услуги, какие дизайны вы оказываете, а в том, что оказывает именно основатель, именно Даниил. Вот это будет важно, но здесь этого нет. То есть, нарушена закономерность причинно-следственная связь, вот, соответственно, работать будет так хуже. Давайте почитаем, что тут у нас написано про основателя. Даниил Йокурнов, архитектор во втором поколении. Он основал свое бюро после 15 лет работы в ведущих проектно-строительных компаниях и использует инвестиционный подход к проектированию. Ничего не понятно, что сделал. То есть, понятно, что какой-то он процессный чувак, то есть, делает что-то в процессе. Да, но какие результаты? Хочется сказать, да, какой дом построил? То есть, ты дом-то построил вообще? Какие объекты, да, где работал, над чем? Что такое инвестиционный проект? Это денег привнес, там, привлек 1 миллион долларов на, там, инвест-проект какой-то. Вот это вот инвестиционный подход. Ну, наверное, так. То есть, вот это какая-то понятная штука. А сейчас описано процессное. То есть, она прикольная, но она очень абстрактная, и человек ее не понимает, не воспринимает. Я не могу представить, что такое, ну, типа, во втором поколении, как бы, и что? Ну, типа, это что значит? Это значит, что все детство он там что-то там рисовал или делал. То есть, что это? Я могу что-то додумать, в принципе, это нормально, но лучше разъяснить. Он основал свое бюро после 15 лет работы ведущей проектной строительной компании. Почему бы не написать? Если она ведущая, то, наверное, он работал где-нибудь там. Какие у нас ведущие архитектурно-строительные компании? Не знаю. Назвать их, да? Просто надо назвать, что вы имеете в виду под ведущими? Почему их нельзя назвать, если он там работал? Он поссорился или не поссорился? Пусть скажет, что я работал там, не знаю, с такими-то, такими-то ребятами. Они могут дать рекомендации. И еще лучше, что если бы здесь были основатели этих компаний и сказали бы, да, Даниил Крутой. То есть, вот три. Если он в ведущих работал, то как минимум два, да? Вот два отзыва должно быть. Один человек говорит, да, Даниил Крутой, он у меня работал, подтверждай. И второй, третий. То есть, вот тогда будет нормально. Я сейчас говорю, как на пятерку вообще сделать, да? То есть, это можно не делать. Но тогда этот текст как бы смысла не имеет. Его так вот проистывают, и он не интересен, потому что он очень абстрактен. Так, используют инвестиционный подход к проектированию. Что это такое, непонятно. То есть, непонятен термин, что такое инвестиционный подход к проектированию. Что это такое, надо объяснять вот сюда. Его портфолио, давайте сотру пока. Жилые дома, большие офисные здания, клиники, выставочные павильоны. А где это все? У вас пока только какой-то один дом на центральной странице. Где все это дело, портфолио? А, ну вот, кстати, Транснефт, Сбербанк, Макдональдс, Почта. Ну, прикольно, да, интересно. А что он для них сделал? Что он сделал для Транснефта? Что он сделал для Сбербанка, для Макдональдса, для Почты, Автоваза, ну и так далее. То есть, хочется где-то, ну, или ссылки, либо, ну, доказательства. Типа, скачай PDF, либо зайди на сайт, посмотри портфолио. Чтобы это было, как бы, не пустословие, а конкретное что-то. Может быть, там дальше оно есть? Пока, как бы, такой пролистываю, ну, не сильно верю. Даже если я читаю, заметьте, да, последние пять лет, помимо работы с компанией, Даниил специализируется на частном достоянии, создает спокойное функциональное пространство для размеренной жизни. Даниил, ну, как бы, окей, хорошо, нормально. Да, Даниил проводит аудит проектов, консультирует и обучает коллег. Качество проектов подтверждается дня на артным прохождением, экспертизу, участием. Ну, тут хочется тоже все показать картиночками, доказательствами. Вот, типа, он прошел экспертизу, вот он находится на объекте, вот он там в каске, где. То есть, хочется иллюстрированных доказательств, где Даниил не лицо с фотобанка, а реально что-то делает. Вот, тогда будет доверие больше. Так, обучает коллег, значит, какое-то выступление нужно, где он обучает. То есть, посмотрите, как у меня сделано. Вот я обучаю коллег, я там на сцене стою, что-то рассказываю, там у флипчарта, что-то там, у меня какие-то выездные. Ну, то есть, понятно, что человек обучает, да. То есть, понятно, что там настройки, да, там где-то есть. Понятно, что прошел экспертизу, если документы есть. Вот это все нужно показывать. Реконструкция памятника. Вот хочется, чтобы вы были показаны на памятнике. Член Союза Архитекторов России национального. Ну, вот что это дает, тоже непонятно. То есть, много красивого, но человек, который... То есть, как будто меня пытаются убедить фантиками, какими-то бумажками о том, что вот человек крутой. Не показывай это. А фокус в том, что мне нужно не текстом объяснять, что человек крутой, а показать на деле. Показать на деле – это показать картинки, значит. Вот и все. Просто покажите, ничего объяснять не надо. Такая вот история просто у вас будет. Даниил там-то, Даниил с учениками, Даниил с экспертизой, Даниил на памятнике, Даниил с документами. Вот везде Даниил. Все, у меня у самого создастся впечатление, что Даниил крутой чувак и ему стоит доверять. А так вот что-то написано, ну я заменю Даниила и напишу Маша Петрова и все то же самое будет. Типа где доказательства – непонятно. Поэтому я не то, что как бы это плохо. То есть, круто, я уверен, что у Даниила все это есть, но человек неподготовленный, он не верит. Человек, который кликнул сюда случайно, он не понимает все это. А если не случайно, то скорее всего он знаком уже с Даниилом и скорее всего ему порекомендовали Даниила, тогда ему этот текст вообще не нужен. То есть, зачем ему это надо? То есть, тогда человек уже подготовлен покупать, тогда эта страница вообще не нужна, нужно показывать, что конкретно, какие услуги товара у вас есть. Тут же идет презентация, но презентация бюро и основатели сделана, ну как бы не до конца. Поэтому если мы говорим о консультации, то окей. Вот, кстати, вот это круто, портфолио, но видите, я домотал только до конца. Это плохо, потому что я вот уже какое-то мнение составил, да, я, во-первых, мог не домотать, да, во-вторых, я какое-то мнение составил. Вот, в-третьих, получается, что когда я доматываю, у меня уже как, ну, некая какая-то предвзятость есть, что я вот, ну, короче, первые два экрана я не понял, что происходит. Я считаю, что эксперт ценен работами, и работы надо показывать вначале. То есть, если вы говорите, мы делаем вот разные объекты, то надо говорить, вот такие объекты мы делаем, и куда-то их размещать, ну, где-то поближе. Ну, вот, буквально там сразу. Ну, ладно, здесь оно тоже недалеко, я просто рассказываю сейчас свои впечатления, да, что я только сейчас увидел. Мне не хватило именно, что вы сделали конкретного, показать. Я такой, окей, дом в стиле райта мне подходит, допустим. Все, супер, я уже буду дальше с большим удовольствием читать, кто такой Даниил, и смотреть, значит, его достижения. Почему? Потому что у меня уже переход идет на вторую стадию обсуждения, вообще желание там заказать либо купить. Когда мне нравится продукт, сначала я должен полюбить продукт. Даниил не продукт, продукт в стиле райта дом. А потом кто его делает? Только в такой последовательности. Это как компании тоже пытаются сначала рассказать, какие мы молодцы, а потом что мы делаем. Нет, надо что мы делаем, а потом какие мы молодцы. Обратная последовательность. Мне не хватило подписи. Что это за дом, где проектировался, то есть какой-то доказательств нет. У меня может разложиться ложное впечатление, что картинка скопирована с фотостока либо с интернета и просто поставлена. То есть не ясно, что Даниил здесь делал и какое отношение он имел к данному объекту. Ну, не ясно. Посмотрите все проекты. Ага, вот можно посмотреть. Вот куда-то я ушел и смотрю все проекты. Ну, хорошо. Окей, смотрю все проекты. Какой это проект? Ну-ка. Да, какой-то домик. Похожий. Мы такие, кстати, тоже делали. Интересно. Так, хорошо. Окей, ладно, идем дальше. Наши цены. Ну, цены я бы, наверное, не показывал все-таки, ну, либо дал бы какие-то ориентиры, да, потому что человек может не понимать, что там состоит. Ну, можно и показывать. Но я бы, наверное, все-таки здесь дал бы все-таки какую-то либо консультацию, либо какой-то тест-драйв, либо что-то знакомство, потому что, ну, сразу непонятно, как что покупать. Нужно, чтобы перед тем, как покупать, нужно посмотреть в глаза друг другу, да, обсудить вообще работаем мы или нет. Выберите вариант, который подходит свяжитесь с нами и закажите бесплатную консультацию. Вот если вы идете на бесплатную консультацию, можно дать ориентировочные цены, что наши цены там от такие-то до таких-то. В целом цены нормальные, да, значит, тема рабочая. Есть проблема некая средней цены. То есть, когда цена дешевая, тогда, ну, прикольно с вами связывается большое количество людей, вы выбираете лучше. Когда дорогая, то, что у вас дорого стоит, создается впечатление, что у вас крутые услуги. Когда средняя, как бы, ну, не до конца понятно, да, и вроде недорого и нехорошо, ну, то есть, какой-то средний специалист, вот такое ощущение создается. А у среднего специалиста тоже, как бы, не хочется покупать дорого. То есть, ну, немножко сами себя квалификацию. Вот здесь вы добавили себе квалификацию, то есть, якобы везде тусуются, да, а если там цены средние получаются, то, ну, возникает вопрос, что, ну, недешево ли. Ну, ладно, с ценами это отдельный вопрос, большой. То есть, то, что написано, то, что входит, это хорошо. Я думаю, что можно поэкспериментировать, попробовать не на цены, а на какую-то бесплатную услугу, только не консультацию. Консультация это очень плохо. Вот консультации бесплатно, это уже заезженная история, по возможности не делайте таких штук. Делайте не консультацию, а результаты этой консультации. В результате консультации что человек получит? Например, он получит планировочное решение, либо он получит смету, либо он идею интерьера получит, либо он получит там последовательность. Что он конкретно получит, что он может унести с собой, либо на бумаге, либо в голове, что у него поменяется в жизни. И вот это цель консультации. Консультация же, это не просто так, а результат какой-то есть. И лучше всего не процесс показывать здесь, а результат. В результате консультации ты получишь то-то и то-то. Почему это важно? Потому что человеку, может быть, это ценно, и он захочет эту консультацию. А заказать продукт он, скорее всего, не захочет, потому что проект он, скорее всего, открывает в нескольких окнах разных людей и будет там сравнивать, смотреть. Поэтому лучше всего здесь захватить его внимание, а потом уже разобраться, нужен он или не нужен. Как мы работаем? Предварительный этап, визуализация, рабочая документация, авторский надзор. Ну, в целом, может быть, но вот этот блок уже как бы не сильно ценен. Самый сильный ценный блок был бы вот здесь, то есть как начать работу, чтобы ты мне принес какую-то пользу, я так думаю, как клиент, чтобы понять, что действительно у вас есть что-то интересное. Вот, пока достаточно стандартная, сделанная копирайтером, да, и недорогим копирайтером, недорогим дизайнером, да, просто лендинг, чтобы был такой, лендинг-заглушка. Продавать она хорошо не будет, потому что нет фокуса, некоторые вещи, о которых я рассказал. То есть, короче, логику продажи надо простаивать. Я хочу сказать одну очень важную вещь, что логика продажи, она заключена не только в том, что какой у нас страниц. То есть, невозможно с одной страницы что-то продать, вот тоже это надо понять. Продажа со страницы – это один там из десяти, например, шагов, то есть это 10% только успеха. Очень важно, чтобы было до этой страницы, что человек, она знает, что будет после, как вы возьмете трубку, то есть много-много разных вещей. И работает эта страница, и какая она должна быть. Я сейчас вот то, что дал, я же не знаю цепочки продаж, ее нужно продумать, цепочки, по которой клиент с вами знакомится. И в зависимости от того, какой этап цепочки эта страница собой отображает, то там и должно быть отображено. Вопрос, нужно ли презентовать здесь автора и делать его достижения? Непонятно. Может быть это уже было сказано, а может быть нет. Может быть это дальше надо делать. Нужно ли здесь проект показывать? Один или несколько? Непонятно, потому что непонятна стратегия продаж. Нужно ли здесь показывать кейс или отзывы? Тоже не ясно. То есть ответ на вопрос, что должно быть на сайте, чтобы он продавал, она заключена не в сайте, а в цепочке продаж. Поэтому я рекомендую построить сначала цепочку продаж, в которой будет понятно, какое место занимает данный сайт. И, соответственно, после этого уже только его строить. И после этого уже понять, откуда какие клиенты придут, какую рекламу настраиваешь и как это будет работать. Тогда будет работать. Если все это хотите сделать, частично или полностью мы это проходим в нашем клубе системных дизайнеров, где мы учим продавать, настраивать цепочки и доводить до хороших заработков, до 150, а потом и выше, это уже на отдельном курсе по созданию студии. Поэтому, если есть желание, приходите. Если у вас есть проекты, присылайте, будем смотреть. Некоторые из них я сделаю рецензию и выложу в интернет. Соответственно, вы сможете их улучшить, а другие ребята посмотрят, как тоже можно сделать и чему-то, возможно, тоже научиться. Все, что я сказал, применяйте на свой страх и риск, если есть желание. И увидимся в следующих сериях.